здравствуйте мои хорошие мои любимые территория муколит маркса мы с вами приехали в баухаус искать помоечные ведра всю эту систему под раковину на кухню такой огромный магазин есть баухаус называется есть баухов есть баухаус еще настолько нет рождественские композиции в каждом магазине начали выставлять нашли в том магазине никакой помойки нам помойка не приглянулась приехали еще в один баухау баухов вот может теперь что-нибудь здесь а там какие то они все знаете узенькие я не знаю ну в общем проблема помойки вопрос помойки остался открыт вот этот баухов теперь здесь тоже все уже к рождеству все елочки все мигает ой ой санки елки дрова как вы пишете нету людей да это у нас еще еще много бывает еще пуще все пусто аналитика хорошо пусто бывают такие магазины в которых вы вообще как один ходится а в этом магазине вообще такие системы не продаются заказывайте через интернет говорят они а сегодня а сейчас мы будем с вами печь самое такое элементарное ну знаете даже ребенок справиться не знаю как в вашем доме в нашем это очень любят элементарная сосиска в тесть помните мы с вами покупали в лидл слоёное тесто ну так вот сейчас мы из-за и сосиски кстати оттуда сейчас сделаем пойдемте печь быстренько вкусно буду печь сосиску в тесте в общем делать здесь совершенно нечего значит вот эти сосиски заморозки достала мы с вами покупали их в лидл и покупали мы в лидл вот такое слоёное готовое тесто которое уже нарезанное там 6 листов я взяла застелила противень пергаментной бумагой я всегда это делаю взяла один лист вот так вот выглядит листик и разделила его на три части очищаю сосиски от хотела сказать скрылупы от чешуи поджимой а тупо от это киля боже мой как и по-русски до пластика под этой от оболочки она не несъедобная эта оболочка и вот прямо так не раскатывая спиралькой оборачиваю сосиску все здесь просто если не хватает по длине чуть-чуть так вот вытягивала здесь все делать от примечки просто ничего даже стыдно пока совсем ничего это вот такое элементарное за две минуты что ребенок справится беру сразу вот так подтягиваю я опять без штатива да да не ругайтесь а почему без штатива а очень просто потому что он опять куда-то делся опять исчез и опять у маркиза подозрительное выражение мордочки подтягиваем все отправляем в духовку здесь сделал буквально двух минут и опять ничем не смазываю водичкой могу чуть-чуть сверху вот не люблю яйцо ну вот и готовы наши сосисочки в тесте все очень просто предельно все это быстро у сосиски еще тоже хорошие все это и тесто и сосиски они все из виду мне нравится этот сорт тесто я вот впервые пробую тоже видовская но я думаю что неплохо на скорую руку это очень очень быстро и очень здорово отличные между прочим пирожки а еще в нашем холодильнике есть несколько пальчик селедочки и тот кто с нами давно со мной давно знает что у меня в доме холодильнике вводится баночка такая пузатая солененькая баночка помните нет но кто не знает пойдемте покажу обнаружил в холодильнике лежащую одиноко и вечно две пачки селедку селедку значит у меня есть вот такая большая пузатая банка кто смотрит меня давно знает что в ней всегда хранится в ней всегда кусочками нарезанная селедочка и репчатый лук слоями боже мой за несколько часов этих двух пачек не будет почему-то вот точно камеру поставлю буду исследовать кто здесь поглощает все это с горячей картошкой с растительным маслом с подсолнечника которая с запахом и вот это вот селедочка укроп и репчатый лук все это все кристина тоже любит очень соленая я стараюсь избегать хотят тоже очень люблю значит так в общем кусочками слоями покажу но первым делом я вот этот лук но на такие как тоненькие постараюсь полукольца чем тоньше тема как вкуснее в эту банку с переложенную лук селедкой можно конечно еще чуть-чуть уксуса там да вот этого с водичкой разбавить сахарку но такое сделать но я не делаю у меня и так слопают так и в общем открываем пачки перекладываем селедками селедка это соленая под копченая как бы я стараюсь вот такими небольшими кусочками вот на дно банки нет но давайте положим лук и потом вот эти вот кусочки и все и этого достаточно для того чтобы ваши домашние задержались дома не знаю как ваши у меня так все неплохо бы это конечно с винегретом с горячей картошкой меня учет муж не любит винегрет ассоциации какие-то детства у него там детском саду на на перекрытие немножко селедки положили сверху опять вот так вот лук но я не оставляю не мариноваться ничего у меня прям сразу так едят и опять селедка когда есть вот такая солененькая баночка в холодильнике мне кажется прямо замечательно найти всегда хочется что-то солененького вам не хочется не любите так а а я вот очень люблю как будто не фокусирует камерами так кажется я вот раньше очень увлекалась сейчас стараюсь избегать этого вообще это очень вкусно такие кусочки и вы перекладываем в общем луком это масло что находится в пачке можно тоже прямо сюда вылить залить это все можно нет как хотите смотрите как аппетит вот и все баночка полная сверху тоже все это лучком и так вот закрываем и ставим холодильник очень ненадолго уверяю вас вот это первым делом что уходит сразу вот сразу уйдет картошкой солененькая не знаю как у вас у нас это моментально отдохнул во сметаны рыбы но отличная баночка согласитесь да вот не знаю как у вас у меня очень любят такие солененькие эти баночки она кончится сразу испариться камеры ставлю буду наблюдать но между прочим можно не только с картошкой или с перетом эту селедку вот этот перри тыква с картошкой картофельно-тыквенное пюре здесь тоже вот сбоку когда положишь селёдочку такой простой быстрый ужин и вот сегодня я хочу как раз сделать то самое пюре тыква плюс картошка будем варить с вами пюре тыква плюс картошка хотела я себе на тыквенный суп тыква но чувствую что здесь как говорится кисей семей на эстонском кто успел кто-то съел или в большой семье клёвом щелкают ну половину и матом на пюре а вторую половину в себе хочу сделать суп пюре хотела сделать зажаренной или там какой-нибудь тушеный куриной грудки где тут тут надо знаете все очень быстро так в общем сначала варим картошку потом добавляем туда стынку потому что тыква готовится быстро и чтобы не чистого картофеля была наша тыква наша тоже сварился картошка сварилась и теперь я все это растолкла немножечко молока ароматной соли желтенькая и еще чуть-чуть совсем чуть-чуть на кончике ножа молотого мускатного ореха вот тыква очень любит мускатный орех они дружат все веселенькая желтая пюре получается тыквы с картошкой все мы с вами наготовили ой наготовили в общем кое-чего да но теперь еще немножко надо поубираться дома то тут как с кастрюлями то тут то там кончается то суп то гарнир то еще что-то также с уборкой когда уберешь это дно пачкаешься что-то 2 3 так далее немножечко по убираемся и сегодня мы с вами ванную идем в ванную так мои хорошие сегодня у нас уборка с вами в ванной разбираем все что здесь на краях все вот это вот миллион всего стираем занавеску моем сантехника в общем развлекаемся так ну более-менее здесь помыла все эти тут стенки то все занавеску с вешаем сейчас обратно надо что-то со всеми этими баночками скляночками делать ну вот там очище стало двери немножко тоже помыла попробовал вот этим петушком что покупали в магазине к нам ничего такой хорошо отдирает петушок а помните мы с вами покупали от 1000 по моему как это я ее называю вонючка но это которая ароматная штука бутылочка с палочками ароматными для ванны или там для туалета помните да вот давайте-ка мы я сейчас распечатаем еще не открывали мне давайте-ка с вами поставим на ванны вот этот вот для запаха штуковую бутылочку ароматами я вынула здесь смотрите сколько палочек да я их все на поставлю потому что сначала он конечно будет пахнуть интенсивно но поскольку он недорогой это быстро пройдет поэтому пять штук пусть остается бутылочку удаляем эту пробку и закручиваем обратно пахнет хорошо грейпфрут такая знаете свежесть и теперь эти палочки куда поставлю куда-нибудь может быть на шкафчик в ванной потому что иначе у меня это маркиз все достанет перевернет в туалете он это все перевернет знаете когда два кота дома то конечно не разойдешься так бы я в туалете вторую поставила но там же он же все перевернет этот маркиз пойдемте поставим в все поставил кстати не показала вам новые водомеры как они выглядят немножко другие нежели там вот были старые здесь вот такой шкафу синий говорит мастер что следующие когда будут замены уже и будут будет не замена на так ну вот на аналогичные будут дигитальные которые будут мы сами подавать показания в подвал то есть счетчики вот эти переписывать сколько тут намотала пускать эти квитанции как мы делаем каждый месяц не нужно будет будет все автоматически но каких-то домах это уже ставят вот в его доме уже ставят где этот мастер живет а у нас пока вот такие поставили новые новые но система старая запахло хорошо в ванной уже лучше покрывала еще хочу постирать кровати с нашей белой вот это сейчас машинку на функцию одеяла наверное у что ли и вот эти вот порошки которые мы купили в магазине немецких товаров которые вот с белым туда я еще пятна водитель положу так что я думаю сейчас будет у нас с вами это тоже чистенько вот эти мензу для не для цветного для белого и какой-нибудь ополаскиватель хороший чтоб все пахло но так по сути все все да не все знаете я еще намылилась сегодня заняться люстры в большой комнате у нас хрустальная люстра я очень не люблю это занятие но дело в редко но люстра пылится поэтому в общем будем еще чистить с вами люстру уж доконаю себя совсем сегодня сегодня читая вся в уборке туалет помыла ванну всякие шторки в ванную там кафель то все теперь я смотрю что очень за год запылилась опять люстра как ее чистить я у меня есть ролик но в общем она такая капризная это люстра пылиться и с ней надо будет сейчас повозиться это займет у меня весь вечер но надо то пыльная вида нет у люстра в этой своя история ну какая история когда официальному нашему браку с мужем исполнилось 10 лет мы пошли купили вот эту вот люстру и стоила она она тогда ровно 10 тысяч крон тогда у нас были еще кроны в эстонии и вот я очень хорошо запомнила на 10 лет что 10 тысяч крон и вот эту хрустальную люстру мы купили муж собрал повесил а теперь я должна все время за ней ухаживать сколько лет все время что-то натирать маркиз страшно хочет лапой вот этот шарик и всегда когда я заканчиваю чистить я ему разрешаю лапы беру его на руки и разрешаю ему потрогать этот шарик лапой ну вот теперь вроде все сверкает переливается маркиза маркиз по этой лапой поиграл этом шарик этим шариком что я ему обещала выматывает это люстра конечно и вообще все это уборка но санс а теперь у нас настроение немножко расслабиться после всего этого после таких убора готова настроение такое посидеть немножко пошептаться сможем если имею ввиду помните мы я вам в ролике самый старинный кондитерской мая смог в таллине показывала там на полке канну кук этот петух на пне ликер который часто возят как сувенир это вообще такая ну одна из визитных карточек до эстонии только ванна таллина щекану кук петух на пне вот так дома у нас он тоже есть мама дарила вот и вот иногда вечером по рюмочке этого канну кук завершение под заново всяких этих уборок и готовка очень неплохо а у нас настроение выпить по рюмочке ликера ликер канну кук я вам рассказывал по него про него это петух на пне пень в данном случае это кусок сахара который всегда остается в бутылке а самом видите ликер красный но не сладкий он как будто бы так вот как тмином отдает или что тут эстонский такой ликер как сказать визитная карточка часто его возят в качестве сувенира из эстонии вот мы сегодня решили решили мы решили давай за здоровье за здоровье подписчиков ну а теперь я с вами прощаюсь подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки всего вам светлого доброго хорошего хорошего настроения позитива побольше негатива поменьше пусть у вас у ваших семей будет все все хорошо мирного неба всем нам и вам до следующего видео которое выйдет завтра видео выходит каждый день поэтому соскучиться не успеете и а тайка пока пока а